Привет, друзья! Это очередной выпуск новостей, в котором вы узнаете о самых интересных событиях, которые произошли за последнюю неделю в автомобильном мире. В сети появились шпионские снимки будущего Audi RS Q8. Флагманский кроссовер компании рассекает на северной петле с минимальным количеством камуфляжа, что дает возможность рассмотреть особенности будущей новинки. Судя по фото, кроссовер получит массивный обвес и характерное для RS моделей горизонтальное вентиляционное отверстие, а сзади бросаются в глаза два овальных патрубка выхлопной системы. По слухам, автомобиль получит 4-литровый V8 с двумя турбинами, правда, мощность ограничат на отметке в 600 лошадиных сил. Чтобы предложение от Audi не составило конкуренции более дорогому и премиальному Lamborghini Urus, у которого под капотом точно такой же мотор, только у итальянца он генерирует 650 лошадиных сил. Как я уже говорил ранее, публичная премьера новинки состоится на франкфуртском автосалоне, который пройдет в следующем месяце. Правда, производитель может опубликовать снимки нового кроссовера еще раньше. Aston Martin опубликовала очередной тизер, первого в истории марки кроссовера DBX. На видеоролике можно рассмотреть некоторые детали будущей новинки. Так, в кадр попали фамильная решетка радиатора и головная оптика с характерной формой, присущей автомобилям британского производителя. По слухам, новинка на старте продаж будет комплектоваться 9-ступенчатой коробкой и 4-литровым V8 с двумя турбинами производства Mercedes-AMG с мощностью в 510 лошадиных сил. Именно такой вариант британцы представили на фестивале скорости в Гудвуде. Позже, по слухам, может появиться вариант с V12 и гибридная модификация, в основе которой будет лежать шестицилиндровый мотор. Также в компании рассматривают возможность оснастить новинку дрифт-режимом. Учитывая, что большинство комплектующих здесь будет от Mercedes, то скорее всего немцы помогут британцам реализовать задуманное. Официальная премьера новинки состоится в декабре этого года, а продажи начнутся в начале следующего. BMW в очередной раз решили развеять миф касательно того, что же на самом деле значит их логотип. Видимо, баварцам надоело, что их символика очень часто неправильно трактуется. Как оказалось, версия про пропеллер самолета является самой настоящей выдумкой. А сам миф стал причиной того, что BMW в начале прошлого века использовала винтовые лопасти самолетов в рекламе и продвижении своей продукции. Конечно, это не отрицает того факта, что в начале своего пути BMW занимались производством двигателей для авиации. Но на самом деле сам логотип не несет в себе никакого подтекста. На нем просто изображен фрагмент герба Баварии. Правда, чтобы избежать проблем на законодательном уровне, его немного видоизменили. Связано это с тем, что по закону запрещалось использовать государственную символику в коммерческих целях. Автомобиль Джеймса Бонда, легендарный Aston Martin DB5, был продан на аукционе Sotheby's за 6,4 миллиона долларов, что является рекордом этой модели. Именно этот автомобиль является одним из двух экземпляров, которые были построены Aston Martin для четвертого фильма Бондианы «Шаровая молния». Правда, стоит отметить, что сам автомобиль не участвовал в съемках фильма, а использовался лишь для промо-компании киноленты. Помимо шаровой молнии, двухдверка также была задействована в съемках еще нескольких частей Бондианы. Сам же британский спорткар комплектуется алюминиевой рядной шестеркой объемом 4 литра и мощностью в 282 лошадиные силы, которые доступны после 5500 оборотов в минуту. А крутящий момент в 390 ньютонометров доступен после 4000 оборотов в минуту. В паре с 5-ступенчатой механикой от ZF автомобиль способен был набрать первую сотню за 8 секунд, а максимальная скорость составляла 230 км в час. Также существовала еще более производительная версия с приставкой Vantage, у которой мощность составляла 314 лошадиных сил. Сами же представители аукционного дома называют этот лот «самым известным автомобилем в мире». Порше продолжает подогревать интерес к своей будущей новинке Porsche Taycan. На сайте производителя была опубликована серия снимков, на которых изображен интерьер будущего электрокара. И первое, что бросается в глаза – это дополнительный сенсорный экран, встроенный в бардачок. Правда, пока не ясно, будет ли нести такое решение какую-то функциональную пользу, или же немцы просто решили сделать свой Taycan лидером по количеству сенсорных дисплеев в салоне. Кстати, недавно четырехдверка на гоночном кольце Nardo прошла 24-часовый тест на выносливость. За это время электрокар преодолел дистанцию в 3425 км, а средняя скорость составила 205 км в час. Температура за бортом составляла 42 градуса, что еще раз подтверждает тот факт, что Порше очень серьезно относится к данному проекту. Больше подробностей касательно новинки мы сможем узнать уже 4 сентября. Именно тогда состоится премьера электрокара. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok